В расписании уроков только математика и физика. С 1 сентября в лагере «Золотая рыбка» начнут работать профильные смены для школьников-победителей Олимпиад. Во время учебного года ребята смогут проходить 18-дневный курс интенсив. Об этом говорят руководители образовательных учреждений на встрече с мэром. Этот опыт взят на вооружение после поездки в Сочи в уникальный центр «Сириус». Отобранные «Сириусом» дети приезжают на него на 24 дня и совершенно бесплатно учатся, проживают, питаются, развлекаются. Но самое важное, кто их учит. Это именитые высококлассные специалисты. В «Сириусе» не только совершенствуют знания по математике и физике. Есть спортивные дисциплины и искусствоведческие. Центр работает только год, и за это время обучения в нем прошли почти 5000 детей. 44 из них из Самары. В планах это число увеличить. Поездка в центр «Сириус» для ребят могла бы стать вдохновляющей. Отбор в «Сириус» очень строгий. Центр образовательных детей «Сириус» пользуется только выложенными в открытом доступе результатами. Их невозможно подделать, о них невозможно, так сказать, самопрезентоваться. Это только результаты олимпиад, это только топы, которые существуют между различными школами различной направленности. Поддержка одаренных детей в городе развита. Ежегодно самым талантливым вручают денежные премии. Кроме того, развитие образования – одно из приоритетных направлений работы властей. Большая работа проводится по ремонту школ. Вы знаете, что с приходом губернатора Николаевича Меркушкина мы получили второе дыхание и по ремонту детских садов, по созданию спортивных площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов. Это в целом должно оздоровить обстановку в городе и создать стимулы для развития ребят. Для педагогов тоже есть стимулы к повышению профессионализма. Как результат, самарский преподаватель Сергей Кочерешко стал лучшим во всероссийском конкурсе «Учитель года-2015». Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, События.